На просторах интернета возник спор об использовании перекиси для протравливания семян. Первый миф, который существует в интернете, это то, что 3% аптечная перекись не работает. И, кроме того, тем более не работает перекись, которая будет разбавлена для использования в качестве дезинфектора. Итак, аптечная перекись это всего лишь 3% перекиси в жидкости, то есть в воде в данном случае. В научных статьях указано, что работает концентрация уже в 400 раз меньше. То есть примерно это 0,08%. При данной концентрации уже наблюдается гибель клеток, но действие такого обеззараживателя будет в течение нескольких часов. То есть семена нужно замачивать несколько часов, тогда губительное действие такой концентрации будет проявляться. Мгновенное действие, убивающее микроорганизмы и вирусы, которые существуют на поверхности семян, будет происходить в случае, когда разведение будет в 300 раз. Такая концентрация уже будет убивать в течение нескольких минут. Концентрация же 3% действует мгновенно сразу же на клетки любые живые, в том числе и на человеческие клетки, и тем более на структуру вируса. То есть эти данные сквозят по всем научным статьям и описаны во множестве научных публикаций. Второй миф, который существует в интернете, это то, что низкие концентрации перекиси водорода могут приводить к появлению устойчивых микроорганизмов. Ну на самом деле теоретически это где-то и возможно, но таких фактов еще не описано. В статьях, которые существуют, описано лишь то, что существуют уже устойчивые микроорганизмы к низким концентрациям, но только потому, что они сами производят внутренний уровень перекиси водорода. Однако, при длительном воздействии вот такой концентрации, такие микроорганизмы все равно будут погибать. Ну и теперь о самом главном. При использовании таких концентраций перекиси водорода убиваются не только патогены, но и все полезные микрофлоры на поверхности семян, что приводит к ослаблению здоровья и иммунитетов в целом проростков. Поэтому обязательно, если вы все-таки решились использовать перекись для обеззараживания семян, после ее использования, обязательно внесите что-нибудь полезное. Это любые препараты на основе бактерий синой палочки, любых грибов, мицелии, образователей. Все, что у вас есть под рукой. Под роликом мы разместим ссылки на несколько научных статей, в которых эта же информация подробно освещена, и вы можете с ними ознакомиться. Продолжение следует...